Девушки отдыхают Пап, я ведь уже не маленькая Конечно, вот когда исполнится восемнадцать лет, будешь встречаться с кем захочешь И когда ты приедешь? Через восемнадцать лет? Когда? Ну, через полчаса Точно через полчаса? Пап Да нет, побольше, минут через сорок Не берешь? Я не могу больше разговаривать, у меня тут люди Я перезвоню Это и есть твой гарант Я его вообще впервые вижу Ты принес наши бабки? Нет Так какого ты сюда приперся? Кто к нам пожаловал? Капитан Диченко Собственной персоной Гвоздь, если хочешь сохранить жизнь своим людям, сдавайся Орешков хочешь? Говорят, для мозгов полезно Я считаю до трех Раз Мы же договорились, без ментов Да я не приглашал сюда ментов Я сказал, чтоб мне деньги сюда привезли Деньги! Два У меня есть отличная идея Убейте их обоих На хрен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разоружили! Мозги вышибу! Вышибай! Мне на него плевать! А как же я? Разрежи меня! Выпусти меня! Освободи, а! Помоги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Папочка, когда приедешь, пожалуйста, не шуми, я уже легла спать! Ужин на плите и невзым опять варить себе пельмени! И еще! Предупреждаю, если ты еще раз когда-нибудь допрешь меня, я сбегу из дома! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папочка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан Дергач, слушаю! Дежурный? Да! Капитан Диченко! Кто? Давайте высылайте следственную группу и бригаду скорой помощи! Я не понял, повторите! Записывай адрес! Кто говорит? Кто? Диченко! Кто? Ну, кто-кто! Дикий! Совсем обнаглел! Пользуюсь, черт дери, моим хорошим к тебе отношением! А что произошло-то? Саня, а то произошло, что всему конец приходит! Вот не смогу я на этот раз тебя отмазать! Понимаю, банда обезврежена, заложник освобожден! Заложник? Он какую на тебя бумагу накатал? Это гнида! Я же ему жизнь не спас! Ага, жизнь! А адвокат считает, обратное! Что ты подверг жизнь заложника смертельной опасности, действовал безрассудно и непрофессионально! Это же чушь! Нет, Сашенька, не чушь! Во-первых, ты действовал несанкционированно! Во-вторых, пошел один, без прикрытия! На санкции у меня не было времени! Один я пошел, потому что всегда хожу один! А в-третьих, Саш, у нас ни одного живого преступника не осталось! А мы эту банду два года пасли! Два! Так когда они живые, их отпускают через два дня! В общем, так! Если ты не хочешь, чтобы у меня были такие же неприятности, как у тебя, то выполнишь одну мою просьбу! Какую? Да ладно! Да брось, Васильич, ты же знаешь, я не могу без работы! Ну и не надо! На периферии поработаешь! А где? В городе моем родном! С квартиры вопрос решен! У меня там от родителей остался! А что я там буду делать? С преступностью бороться так же, как и здесь! Рекомендацию я тебе дам! А через год, но максимум полтора! Я тебя оттуда верну! Если будешь хорошо себя вести! Стой, стой, стой! Садись! Еще одна проблема! Среди убитых гвоздя не было! Среди убитых гвоздя не было! Посторожней будь! Ты его знаешь! Он мне успокоится, пока не отомстит! Ну и где город? Где-то должен быть! А машина? Обещали прислать! Ты был прав, пан! По-моему, здесь полная задница! И в такие следи за словами! Так, ладно, стой здесь! Никуда не отходи! Пойду узнаю, в чем дело! Девушка, простите! Девушка, вы мне не поможете? Да! Помогите, пожалуйста! СМС не могу прочитать! Жена должна была три часа назад приехать! Это какое-то сообщение приходит! Но я как назло в этих телефонах! Ну, ни черта не понимаю! Посмотрите, пожалуйста! Давайте попробуем! Без проблем! Сейчас! Где это? Ну вот! Поезд задерживается! Скоро приеду! До встречи, пупсик! Целую твою Марусь! Спасибо большое! А то, что я волноваться начал! Спасибо, девушка! До свидания! Машины не будет! Хреново! Сами разберемся! Ладно! Пупсик! Чего? Мужик в шарфе! Куда побежал? Пап! Вон наша сумка! Стоять! Куда спеши? У меня вещи украли! Спокойно, спокойно! Документы! Да документы как раз в сумке! А! Значит, нет документов! Кавадир, да я сам опера! Ну! Ничего, разберемся! Не волнуйтесь! 501! 501! Куда спешим, красавица? Дай меня привет, твоя Марусь! Хорошо, будем ждать! Эй, Сань, ты куда? Куда? За документами! 501! Нападение на сотрудника милиции! Я наторвался! Водой! Водой! Водой, сказал! Водой! Все в порядке? Кто-то говорил, что ты спокойно говоришь! Все в порядке! Все в порядке! Всем осталось на своих местах! Руки в гору! Вот и машина! Да, капитан Десенко! Дело у тебя яркое, как новогодняя елка! И хотя прислали тебя с хорошей рекомендацией, вот сразу тебе предупреждаю! Проблемы с сотрудниками мне ни к чему! Ты понимаешь? Понимаю! Если понимаешь, сработаемся! Если нет, то телебелы! Понимаю! Ну, если ты такой понятливый, то завтра на работу в 9.00! А что с вокзальными кидалами? Да ты не волнуйся, поймай! Обустраивайся пока! Жить есть где? Вроде да! Ну и хорошо! Я тебя пока к лейтенанту Кочкера подключу! Оперативник он и так себе! Но парень хорош! Район знает, сразу ведет тебя в курс дела! Вопросы есть? Да вроде пока нет! Ну все! Свободен, капитан! Так, корпус три! Так, здесь ничего не наказано! Корпус три! Девушка, а не подскажете корпус три? Это и есть третий корпус! А! Подъезд номер пять, значит? Пятый подъезд, вот этот! О! Замечательно! Спасибо! Пожалуйста! Да! Вы случайно не знаете, где здесь ближайшая школа? Случайно знаю! Вот надо выйти из арки направо и второй переулок налево! Спасибо! Переезжайте! Да, вот вроде того! Ребенка вот в школу нужно оформить! Да? А в какой класс? Э-э-э-э... В восьмой! В восьмой! В восьмой! Ну тогда давай знакомиться! Меня зовут Ольга Сергеевна, я учитель русского языка и классный руководитель восьмого А-класса! Этой самой школы! Видишь, как замечательно! А я Саша, Александр! Дуся! Евдокия! А вы, значит, здесь живете? Да! Ну что ж, замечательно! Будем с соседями! Ну, приходите завтра утром в школу с документами, и я вам помогу с оформлением! Я приду! Спасибо! Да, спасибо! До завтра! До завтра! До свидания! Пап! Чего, папа? Господи, просто посмотрел! А твои новые учительницы! М-м-м, однокомнатная! Зато большая, выше нос! Я могу спать на кухне! А если мы будем в туалете, да? У-у-у-у-у-у-у-у! Вау! Пап, как думаешь, мама меня еще любит? Конечно. А почему она ушла от нас? Были причины? Какая же она мать после этого? Глупенькая ты. Но ведь она нас бросила. Она мать. И вообще. У нас завтра много работы. Рано вставать. Пап, может не сегодня? Сегодня. Сегодня, завтра, не каждый день. Ну зачем мне это? Я же девочка. Девочка, мальчик, какая разница? Жизнь такая, пригодится. Лови. 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 А! Дуся, проснись. Я тебя три раза мог убить. Я устала. Гринова. Давай, давай. Ты не могу больше. Можешь, можешь. Плохо. Плохо. Очень плохо, Туся. Давай, давай. Давай. Гражданин, проснитесь. Виноват, командир. Ночным поездом приехал. Первый раз у вас и решил здесь утра дождаться. Сержант Зуев. Ваши документы. Это пожалуйста. А, это я специально для девушки отращиваю. Она любит. С какой целью к нам в город приехали? Да приятеля решил навестить. Ночью ему позвонил. Оказывается, он сам только из командировки приезжает утром. Пришлось здесь закемарить. Не холодно? Думаю, моряки привычные. Надолго к нам? Пока не знаю, как получится. Держите. Эй, пацан. А как мне найти лейтенанта Кочкина? Кочкин? Это я. Капитан Дьяченко. Ух ты. Можно просто дикий, я не обижаюсь. Очень приятно, Кочкин. А, Кролик сказал, вместе работать будем. Кто? Нет, майор Зайцев. Ну, начальник нашего отдела. А, похож. Нет, я сейчас переоденусь. Нам уже задание подбросили. Сейчас по дороге расскажу. Бомбина барахли. Сейчас. Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нравится? Моя. Движок форсированный. Сам перебирал. Теперь работает, как часы. Зверь, а не машина. А ты что ж, до милиции автослесарем работал? Нет. А где научился движки перебирать? А ты в школе увлекался. Ну, куда едем? По фестивальной. В клубе посетители распоясались. Официантка по 0-2 дозвонилась. Говорит, у них там какая-то пьяная компания всю ночь гуляла. Короче, до сих пор там сидят, все никак угомониться не могут. Хреново. Эй, мужик! Слышь, тебя закурить будет? Не курю. А что ж такой тяжелой сумкой ходишь? Может, тебе помочь? Да не стоит. Ты что, не понял? Сумку давай сюда. Мужик, ты что? Стой на месте. Ты что, не стреляй, не надо. Мент, который меня на платформе досматривал, вас крышует? Нет. То есть, да. Как вы с ним связываетесь? По телефону. Так звони. И что? Договорись о встрече. Ага. Слушай, сейчас вот что сделаем. Ты человек новый, меня-то в этом заведении знают. Вот, так что я сейчас попытаюсь туда пройти, выяснить, в чем дело. Ну, если возникнут проблемы, я тебя позову. Идет? А мне что делать здесь? Прикрывай тылы. Эй, погоди, погоди. Ну, что же, тогда придется сделать ее открытой. Знаешь что, Кочкин, иди в жопу. Эй, 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 постой. Ты меня сам пропустишь? Или как? Что? А? А? Нет, все нормально. У них там закрытая вечеринка. Да, в другой раз зайдем. Ни разу не было на закрытых вечеринках. Пойду посмотрю. Да, зачем тебе это? Ничего интересного. Прикрывай тылы все, Варь. Эй, погоди, погоди. Вот так резко. Так что у меня земер жуй. Главное, я по человеку. Доброе утро, господа дебоширы, хулиганы. А тебе что надо? Капитан Дьяченко. Прошу всех покинуть заведение. Вот странный человек. Слушай, я же не спросил, кто он. Я его спросил, что тебе надо? Да мне лично ничего. А вот персонал надо бы отпустить. Люди работали, им надо отдохнуть. Справедливо. Справедливо надо отдохнуть. Вопрос. Кто нам будет танцевать стриптиз на столе? А я знаю, кто будет танцевать стриптиз на столе. Ты будешь. Ты будешь танцевать стриптиз на столе. Класс, а? На работе не танцуй, мужики, извините. Правило такое. Да ладно тебе, ну че дай. А мы тебя попросим. А? Попросим? Попросим! Попросим! А? На! Ну давай, ну залезай. Чего ты стесняешься? Ну, крутиться все равно не получится. Сам не сможешь залезать. Ребята помогут. На, да. Давай, давай. Слушай. Всем спасибо. Все свободны. Секундочку, секундочку. Как говоришь твоя фамилия? Диченко. Диченко. Можно просто, Саша? Пойдем, Кочкин. Нам здесь делать больше нечего. Ты хоть знаешь, кто это? Кто? Это Мальцев. Децемр нашего города. Да. Виново. Слышь ты, Новенька. Как там тебе, Диченко? Да. Слушай. У тебя такой плеер классный. Я даже таких не видела. А дашь послушать? Без проблем. До завтра. Хорошо? Что у вас тут случилось? Иди сюда. А где этот? Опять забухал, что ли? Эй! Эй! Не советую. Руки! Подними. Узнаешь его? Это? Попер. Новый. Он у нас теперь в отделении работает. Мне нужен его адрес. Будет. Вот, познакомься. Мой новый напарник Сева Кочкин. Будет нам помогать. Сева. Дуся. 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 Очень приятно. Ты с ним поаккуратней. А то нам еще вместе работать. Ну? Добро пожаловать. Угу. Сева хочет стать у нас грозой преступников. Желание есть. Со всем остальным, как видишь. Сева, скажи мне честно, ты со спортом дружишь? Да, у меня первый разряд по русским шашкам. Хреново! Поехали. Плохо. Речи надо бить. Речи. Еще. Это должна не бить, а подсекать. Какая разница? Я же вы свалила. Большая. Должна подсекать и уводить вверх. Давай, попробуй. Раз. Два. Три. Ты поняла? Чего? На три я уже стреляю. В кого? Темп держим, держим темп. Плохо. Плохо. Что? Что? Все, надоело. Тебе все плохо. Хоть бы раз меня похвалил. Пока не за что. Дочь, мы же еще захват не отработали. Без меня. Слушай, ты не очень с ней сурово, а? Все-таки девушка. Жизнь села суровая. Двадцать отжиманий. А? Двадцать отжиманий. И вот, ты знаешь, девчонок, что этот, как ты говоришь, хулиган, которому ты по лицу настучал, может не только вас из органов вышвырнуть, но и меня при желании. У вас-то вряд ли, товарищ майор. Я сказал, при желании. Короче, чтобы это дело замять, вам надо перед ним извиниться, и вы извинитесь. В противном случае нас всех ждут. Очень большие неприятности. Я не буду, чего вы сидите? Ну-ка, можете работать. Подходит на письмо? Да. Ну, я. Привет. Ну? Плеер послушали? И что? Хотела забрать. Слушай, вали отсюда. И про плеер забудь. Что ж, по-хорошему вы не понимаете. Отдай, отдай сюда. Задкнись, дай сюда. А я был уже, не вступай. Ты убери свой плеер. Еще раз сунетесь, все руки преломали. Ясно? Ясно. Ясно. Девчонка. Так, что здесь происходит? Ничего. Музыку слушали. Ага. Ольга Сергеевна, она сумасшедшая. Лейтенант Косуба. Значит так, труп обнаружили рано утром. Мужчина гулял с собакой, она и нашла. А личность установили? Да, документы при нем. Местный? Нет, не местный. Понятно. День добрый. Вера Сергеевна. О, Стуша Кочкина, привет. Опять Сергеевна, мы же с тобой договорились. Никаких Сергеевна, мы ровесники. Ну это я, понимаешь, исключительно из уважения к профессионализму. Олег. Здрасте. Олятся. Знакомься с товарищем по несчастью. Какому несчастью? А ты что ж думаешь, работа с тобой в великое счастье? Остроумная. Ладно, знакомься. Вера Сергеевна Звонарева. Лучший эксперт-криминалист в нашем городе. Вряд, конечно, но приятно. Александр, можно просто Саша. Приятно. Что у вас здесь? Да ничего особенного. Стреляли с небольшого расстояния из пистолета. Думаем с глушителем. Пуля застряла в мягких тканях. Но зацепиться пока не за что. А вы знаете, ребята, мне кажется, я его знаю. Точно, это воришка. Воришка с вокзала. Что стоит на вокзале? Вещи, чемоданы. А где его документы? Ну-ка. Николаевич, дай документы. Бондарь Игорь Петрович. Лихо. Недавно приехала, уже из здешних преступников всех знает. Учись, Сева. Успею. Орешки кто-то ел. Орешки. Алло. Дуся. Дуся, никуда не уходи. Я сейчас приеду. Саш, ты куда? Дочку надо из школы забрать. Вернусь, попробуем составить фоторобот его подельника. Мне кажется, я его запомнил. Он всегда такой? По-моему, да. Ну, ты можешь мне объяснить, что произошло? Ну, ведь это же не просто так, а? Ну, почему ты молчишь? Что у вас тут случилось? Ваша дочь избивает одноклассников. Да? А за что? За дело. За дело. Очень хорошо, что вы зашли. Мы можем с вами поговорить наедине. У меня от дочки секретов нет. Хорошо. Тогда объясните мне, что вы делаете? Вы же понимаете, что она ребенок? Конечно, понимаю. А в чем дело? В том, что я видела, чему вы ее учите. Там, на спортивной площадке. Вы кого хотите из нее вырастить? Киллера, что ли? Да нет, конечно. Она способная. Трудолюбивая девочка. И вы этим пользуетесь. Вы можете сломать ей психику. И вообще, куда смотрит ее мать? Нет, нет матери. Как нет? А где она? Извините, мы спешим. Нет, но вы понимаете, что... Я понимаю, понимаю. Я поговорю с Дусей о ее поведении в школе. И надеюсь, больше такого не повторится. Нет, подождите. Мы не закончили с вами разговор. У меня нет времени на разговоры. Я на работе. Всего хорошего. Пойдем, Дусе. До свидания. Продолжение следует... А ты будешь молчать? Ты, может, все-таки объяснишь, что случилось? Ничего особенного. Просто мне здесь не нравится. Не нравится. Пап, ну давай вернемся обратно в Москву. Ну, я же тебе объясню. Это невозможно. Ну, пока невозможно. Ну, что ты. Секунду. Да. Дикий привет. Да. Слушай, не хотел бы беспокоить, но у нас тут еще два трупа. Где? Недалеко от городской теплотрассы, у речки. Слушай, я, конечно, не такой спец, но, по-моему, почерк тот же. Понял ли что. Дуся. Дуся. Никому не открывай, никуда не выходи. Я скоро. Пап, пап, открой. Извини, дочка, я потом все объясню тебе. Пап, что это за детский сад? Открой немедленно. Ну, я тебя предупреждала. А вот и наши красавцы подъехали. А у нас для них подарочки. Знакомые все лица? Вера Сергеевна, а что ж вы такая красивая в один день? И мое дежурство, Кочкин. Вот и красивая. А, а что ж вы, не рады нас видеть? Честно говоря, не очень. Наши ЗУВД. Кто? Зуев. А второй? Не знаю, вот документы. А еще у нас вам подарок. Вань, Ваня. Скорлопа от грецких орехов. Может, конечно, случайно. А может и нет. Хороший парень. Думаешь? Хороший парень. Хороший парень. Хороший парень. А может быть. Ну, возьми трубку! Ну, давай, Дуся, давай! Давай, дочка, подними трубку! Ах ты! Чёрт! Чёрт! Здравствуйте! А до вокзала не подросите? Нет проблем! Девятьсот рублей! Нет проблем! Дуся! Дуся! Здравствуйте, Алексей Дмитрович! Вы знаете, я… Вы Дуся не видели? Нет, а что ж тут случилось? Тихо! Алло, Дуся? А ты где? Это не Дуся. А где моя дочь? Это кто? Хочешь увидеть её живой? Приезжай один на старый склад в улице загородного шоссе. Только один дикий. Понял? Один. Знаешь, где загородное шоссе? А что, мы уже на… Знаю! Садись, Макаруш! А оставайся в машине. Хорошо. Здравствуй! Дикий! Дуся! Положи пистолет на пол! Пистолет на пол! Ну! Отбрось его ногой в сторону! Стой его! Достань наручники! Быстрее! Пристегни себя к столбу! Живее! Я думал, ты уже в аду! Она мне всегда бронежилет! А теперь медленно! Достань второй пистолет! Какой второй? Дикий! Второй пистолет! Читаю где трёх! Раз! Раз! Два! Три! Туся! Туся, девочка! Туся! Подожди! Сейчас! Подожди! Как же так? Туся! 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 Прости! Прости! Я прошу! Давай, я развяжу тебя! Вот так! Ну-ну-ну-ну-ну! Всё-всё-всё-всё-всё! Всё хорошо! Ключ! Всё хорошо! Я же просил не выходить из машины! Ну, просил же! Я выстрел услышала! Подумала, может, вам помощь понадобится? Иди! Иди! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да! Саш, привет! Это Кочкин! Слушай, тебе сейчас с управления звонили! Не слышно! Там мицемэр на тебя уже какую-то телегу накатал! Зайцев и… Ничего не слышно! Череп! А у тебя дети есть? А? Ленова! У тебя у самого-то есть? Есть! Дурся! Дурся! Красавица! Ну и чё? Тебе легче, я туда? Для какой-то? Тысячу раз труднее! Бегаешь, вертишься, как белка в колесе! Уродов ловишь! На благодарность! Или пуля в лоб, или нож в смену! Ну… Жизнь! Нормально, нормально всё, ребята! Нерву не к чёрту! Психика на нуле! Тут приходишь домой, а там она! Ангел! Ну… Смотрит так на тебя и… Спрашивает папа… Отчего ты сегодня такой грустный? Ну и… Хоть плачь! Ну как ангелу объяснить, что у папы работа такая… Какая? Дерьмо лопатой разгребать! Ты? Я! А это я! Мент! Сам наручники наденешь! Или помочь! Красавица! Я? Вызови-ка милицию! Ага! А что говорить-то? Скажи, что Дики черепа взял! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Маркиныч! Пока, за! Смотрите! Засовываем деньги! Засовываем деньги! Набираем код товара! Сухарик с беконом! Я люблю с беконом! Теперь засовываем специальную купюру! А что в ней специального? Магнитный слой! Что-то вроде магнитного ключа! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Барочки! Занятно! Главное, что очень удобно! Никаких проблем с товаром! Раз загрузил, и пока не кончился, полный порядок! Как в сейфе! На чём обычно попадаются дилеры? На хранение! А тут хранит автомат! Дилер приехал, взял сколько нужно, получил деньги, полный порядок! С виду обычный человек, любит сухарики пожевать! Самое важное, что такой автомат можно поставить в любой школе! Для вас ведь это не проблема! Любишь ты болтать, о чём? Вам не понравилось? Я твои мозги покупал, а не твой язык! Ну да ладно! Поставим его на пробу в школу, пара шустрых ребят у меня есть! Если будет работа нормально, будешь в полном порядке! А если его вдруг заклинит, этот твой мэйда и чайна, я сам из тебя сухарики сделаю! С беконом! Болит? Да нет! Это всё эти неблагоприятные дни! Ой! Это у кого-то вчера были неблагоприятные дни! Кто-то так увлёкся сдержанием особо опасного преступника, что мы его с Кочкиным еле спать уложили! Читательно, да? Слушай, здесь ты... не обижайся! Всё как-то просто через... неправильно! Кризис среднего возраста? Что-то вроде того! Так, хорошо, с этим понятно! А что, если он всё равно? Молчит? Ну, тогда... смотри, мы в глаза! А зачем? Дай курить, да! Они этого не любят! Как собаки! Хорошо, а как смотреть? Сурово! Ну, очки посмотришь! Ну, конечно, не по погоде! Ну, для дотроса сойдёт! А, очки? А, очки? Очки, очки! Ну? Черепков! Что, ну? Ты мне тут не нукай! Тут я один нукать буду, понял? Эх, Черепков, Черепков! Чё ж с тобой делать-то, а? Влип ты! По самой не хочу! А ещё оказалось сопротивление при задержании! Ну, давай, 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 Черепков! Колись! С кем склад грабил, ну? Чё молчишь-то, а? Язык проглотил? Ты смотри! Я с тобой по-другому могу поговорить! Понял? Давай! Чё? Чё, давай! Давай по-другому, начальник! Ну, смотри! Ты сам напросился! Очки! Ну, что, закончил? Всё! Как есть всё! Да мы ж там ничего не взяли! Там и брать-то было нечего! Э-э-э! Потише! Вы думали, на складе что-то ценное будет, а там коробки только с чипсами да сухарями! Что с ними делать? Есть, что ли? А сторожа, так вы сами сказали, мы его не сильно! Ну, признаю! Ну, совершил ошибку! Признаю! Признавать в суде будешь! Понял? Ставь дату и подпись! Дай сюда! Ну, что ж, отличная работа! Алло, да! Очкин слушает! Да, конечно, передам! Тебя Зайцев вызывают! А ты в камеру! Всем привет! Они же сами первые начали! Слушай, у тебя такой плеер классный! А дашь послушать? Плеер послушали? И че? Слушай, вали отсюда, а! И про плеера забудь! Хорошему вы не понимаете! Ай! Слушай, не поможешь! Ольга Сергеевна, она сумасшедшая! Очень смешно! Описаться можно! Вы че думаете, вы все такие крутые, да? Типа устроили новенький бойкот, утерли ей нос, да? М-м-м! Это я крутая! Потому что вас целая свора! А я одна! И мне совершенно плевать, что вы там себе думаете! Повешите! Вызывали? Да, вызывал, проходи! Вот, знакомьтесь! Это и есть капитан Диченко! А это представитель нашего РАНО, отвечающий за всю неклассную работу в наших школах, Марк... Янович! Янович Робинзон! Лебензон! Ну да, конечно! Да ты садись! Диченко, садись! В общем, страшная беда произошла! И ты, как отец, должен это понять! Что-то с Дусей? Какой Дусей? Моей! Да нет, ну... Да вот ты сядь, Диченко, в конце концов! Выслушай сначала до конца, а потом уже перебивай! Марк... Янович! Янович пришел к нам за помощью! Я подумал и решил, что никто лучше тебя с этой поставленной задачей не справится! Во-первых, ты из столицы! Стрелянный воробей! Много повидал, много чего знаешь, опыта у тебя не снимает! Во-вторых, ты отец! А это, знаешь, как ко многому обязывает! В-третьих... Ну, нет у меня сейчас никого свободных людей! Ну, никого! Ты и Кочкин! Все, ни одного! Ну, ты-то это понятно! А Кочкин... Он еще сам почти ребенок! Понимаешь? Да пока не совсем! Беда страшная пришла в наш мирный городок! Беда страшная! Под названием наркота! И она поразила вот самые незащищенные слои населения! Школа! Я вам честно скажу, мы просто не готовы к этой проблеме! Родители в шоке! Учителя не знают, что делать! Я тоже, честно говоря... Помогите, если можете! А я зачем могу помочь? Как? Ну, как ты не понимаешь? Ты должен лекции прочитать! Ты в школе должен прочитать лекции! О криминальных последствиях наркомании в школах нашего района! Правильно? Да! Ты должен, знаешь, вот так должен их прочитать, чтобы упоследовали за странца! Вообще отбило охоту принимать эту дурь! Ты воп... Вопросы есть? Ну, так... Правильно, вопросов нет! Молодец! Давай, иди изучай! Вот он справится, Марк! Янович, я... Янович, я... Эй, парень, а где у вас здесь директор? Там. То есть, то есть, там. С тобой все в порядке? Да. Ну, а чего они на уроке? Я в туалет и проголдался. Ага. Ну, как поел? Ну, давай бегом на урок. Тихо, 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 тихо. Ты че за кволом? А фиг его знает. Ну, сейчас начнется цирк. Так, тихо, ребята, тихо, тихо, тихо. Тихо! Успокоились! Прежде чем представить нашего гостя, я хотела бы сказать несколько слов сама. Ну, как это ни странно прозвучит, вы все уже взрослые. Да, 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 да. По привычке вы для нас, конечно, еще дети, но жизнь развивается настолько стремительно, что порой в некоторых ситуациях вы искушеннее своих родителей и своих педагогов. И это было бы здорово, если бы жизнь имела только положительные стороны. Но, к сожалению, у нее есть и обратная сторона. Александр Викторович, пожалуйста. Ну, что я вам скажу? Наркотики – это плохо. Тихо! Ну, это мы знаем, а что дальше? А дальше я считаю, что где наркотики, там поле для разного рода преступлений. А поподробнее можно? Хотите поподробнее? Да, и повеселей! Ну, что ж, можно и повеселей. Две года назад это было в Москве. Брали мы с ОМОНом наркопритон. Ну, туда ходили ширяться всякой дрянью, такие же молокососы, как вы. Ну, этот дом готовился к сносу, и на каждом этаже была своя шарашка. Влидаем мы в комнату. Крохот для этапа. Пять на пять. Человек двадцать. Друг на друг. Руки судьи. Ну, за каждого. Головы пустые. И вот один наркоша решил, что он джедай. Тихо! Обдолбанный был уж. Ну, тут он как вскочит, так как взорет. Да прибудет с нами сила. И с ножом на ОМОНовца. А боец что? Бах! И нет головы у джедая. Мораль. С наркотиками потерять голову. Расплюнуть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы слишком. Они же еще дети. Мертвые дети тоже слишком. Ну, как? Весело тебе? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Не задыхай. Тихо. Спокойно. Лишь все. Что с ним? Полицу! Быстро! Спокойно. Так. Все сели. Все сели. Все сели. Все сели. Как это в больнице? Увезли прямо из школы. При нем что-нибудь нашли? Я не знаю. Так выясни. Да сядьте вы не светитесь. ПОДПИССКИЕ Если сейчас поднимется шум, парни начнут трясти. И он расколется. Они пойдут на склад. И там найдут китайца. И потянется цепочка. Соображаете? К нам потянется. А нам это надо? Вы думаете, это серьёзно? Не знаю. Если выживет, значит не очень. Как если выживет? Как? Вот так. Обычно. У меня, у меня один случай был ещё в Москве. Как-то мы с напарником попали на залётных из Кургана. Всех на пол положили. Всё как полагается. И тот один гад стрелять начал. И прямо напарнику в висок. Кровь повсюду. Я уж напарника мысленно похоронил. А вдруг как вскочит, этого хмыря за шкирку хвать и браслеты на него надевает. О как. Живой? Живи не придумаешь. Пуля там через какую-то полость прошла. И тут же вышла. Даже ум не задела. Ну, ну, на себя не показывать его что. Плохая примета. Да. Ну, ведь в мальчика-то не стреляли. Ольга Сергеевна, поверьте моему опыту. Пуля не самая страшная в этой жизни. А вам бывает страшно? Мне? Не знаю, как ты задумывался. Не задумывался. Как не задумывались? Ну, ведь вы же столько всего видели. Столько крови, насилия, жестокости. Ну, неужели вы никогда не задумывались? А? Все как-то… Времени не было. Доктор, ну, как он? Лучше. Ну, сейчас он спит, мы вкололи ему снотворное. Жить будет? Непременно. А говорить? Ну, пару дней его лучше не беспокоить. А что с ним? У него тяжелая форма отравления. А чем он мог отравиться? Ну, я не могу сейчас точно сказать. Если хотите, можете отправить анализы в Москву. А пока что… Короче, доктор. Это наркотики. Мне трудно сказать, как именно. Ну, возможно, ЛСД или что-то очень похожее на ЛСД. Ну, в общем… Передозировка. Подождите, этого… Этого просто не может быть. Это какая-то ошибка. Ну, откуда в нашей школе наркотики? Ну, вот этот вопрос не ко мне, а вот спросите своего товарища. А где его вещи? Ну, вот. Эти вещи я заберу с собой. Подождите, как же мальчик? Мальчик, они сейчас ни к чему, правда? А когда он очнется, заберет в милицию. Но… Пожалуйста, не бейте. Пожалуйста. Ничего личного, Чу. Просто с ментами проблемы. Марк хочет, чтобы Чу молчал. Чу будет молчать. Марк верит Чу. Марк никому не верит. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что, не слышишь, что ли? Я тебя спрашиваю, как к директору пройти? То есть, туда. С тобой все в порядке? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось-то, а? Тихо, тихо. Тихо, тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что будет? Я рассказал, помолчи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его тут тоже пельмешков решил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты как? Нормально. А то я уж подумал, что... И так точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а можно я твой компот возьму, а ты мой? У тебя там сухофруктов больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бери оба. Просто бабушка мне в детстве говорила, что... Чем больше сухофруктов, тем... Слушай, Кочкин... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, извини. Просто думал тебя как-то отвлечь. А знаешь, Кочкин, чем я отличаюсь от обычного идиота? Обычный идиот он что? Он бесплатный. А мне государство деньги платит. Хм. Угу. Это ж надо такое выдумать. Наркотики в автоматах. А что, действительно, подходишь к ящику? Так, хочу кокаина с беконом. Пожалуйста. А я и ЛСД с дымком. Нет вопросов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже надо было до такого додуматься. Наркоманы бы через два дня вскрыли его, как консервную банку. Да ладно, не расстраивайся так. Ну, подумаешь, ошибся. С кем не бывает. Ну, зато версию отработал. Да какую нахрен версию? Таких версий миллион придумать можно. Наркотики в пельменях. Наркотики в компоте. Это ж сколько он тогда стоить будет? Чего? Я говорю, если наркотики продавать в компоте, какая ему цена? Слушай, Кочкин, а ты случайно наркотиками не увлекался? Ну, спасибо Богу, ты что? Я даже не знаю, сколько они стоят. Пятьдесят рублей. Или тысячу. Ну, тогда ты просто гений. Ну, погнали, гений. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Деньги есть еще? Не жирно будет? Давай-давай-давай. Все, что есть. 400. Нет больше денег? Ну что, у кого в школе занимать? 500. Сухарики за 500. Марки за 500. А это... Это точно наркота? Да. Ну, а как же ее курят? Ее не курят, ее рассасывают. Да? Вот сволочь. Ты чего ж додумались? Так вы даете добро? О. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Почему не на уроке? А ты? Меня за милым послали. Ну, я проспала. Тихо. Не ходи туда. Почему? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь, какие-то мужики у автомата трутся. Ну, так у них работа, наверное, такая. Угу. Ты посмотри на их морды. Явно бандитские. У тебя она тоже бандитская. Ну, хочешь, иди. Если бы грохну, как свидетеля, я не виновата. Слышь, Диченко, ты не просто больная, ты очень больная. Ну, какие в школе бандиты? Тебе лечиться надо. И ты предлагаешь изъять мне эти автоматы? Затем полгорода, который имеет отношение к этим автоматам, переарестовать и... Если понадобится, весь город. А доказательств у вас хватит? А вам мало доказательств? А парень, который попал в больницу, он же чуть не откинулся? А сколько они еще успели продать? А это школы, дети, понимаете? Я понимаю. Я все понимаю. Но хотелось бы более веских, что ли. Да! Товарищ майор, разрешите? Звонили из больницы. Парень, которого мы из школы забрали, умер ночью. Ну, ладно, все. Хватит. Значит так, идики, и кочки. Объяснительный у меня на стол. Я хочу знать, откуда вы взяли наркотики. Сегодня же. Я мной. Пап! Адурь, давай не сейчас. Давай дома. Пап, я их видела. Кого их? Ну, тех, которые автомат обчистили. Они сегодня утром приходили во время первого урока. Ну, меня послали за мелом. Я их и заметила. Ну, два таких странных типа. Я еще подумала, что не похожи они на обычных технарей. Да нет, что толку? Где мы их будем искать? Если б ты запомнила номер машины, другое дело. А я запомнила. Харитон, 666, Ульяна Роман. А ты почему не на уроке? М? Учись, Кочкин! КОНЕЦ Кто там? КОНЕЦ Не стреляй! Не стреляй! Где наш катайчик? Не стреляй! Не стреляй! Я все скажу! Я скажу! Я знаю, где! Я знаю! Я знаю! Тайник в ангаре! Тайник в ангаре! Он сегодня за ним ночью принят. Я покажу, я знаю, где! Не-не-не! Покажи! Не стреляй! Не стреляй! Я покажу! Пожалуйста! Дурак ты! Я ведь мент! Я не могу тебя убить! Мне нельзя! К сожалению! Сегодня ночью нам понадобится камера. Кино будем снимать для майора Зайцева. Так, может, нам лучше подкрепление вызвать? И чего ты ему скажешь? Товарищ майор, мы вышли на след торговцев сухариками. Поехали! Как дела в школе? Супер! А дома? Как всегда! Чего такая злая-то? Месячный! Ух ты, мама моя, мама! А ты знаешь, чего делать-то? Пап, расслабься! Я пошутила! Да... Пап! Мне в школе бойкот объявили. Приятного мало. Почему? Да потому что я твоя дочь! Я дикая! Да я сама понимаю, не надо было этих дурбить! Подумаешь, плеер отобрали! Переборщила! Ну, что ты так переживаешь-то? Правильно сделала? Режь, режь, режь правой! Вот так! Молодец! Не переживай так! Все, само с собой рассосется! Думаешь? Угу! У меня так однажды уже было! Меня хотели разжаловать! И знаешь что? Забыли! Ладно! Есть будешь? А кто? А кто? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...